Доброго времени суток, друзья! Как видите, сегодня у нас проект Axioma. Этот проект находится в онлайне уже по отличное время. Я как-то даже делал на него обзор. Проект показался на тот момент очень интересным и перспективным. Поэтому сегодня предлагаю зайти и посмотреть, что там изменилось. Исправились ли те ошибки, какие были. Ну, в общем, посмотреть на этот проект спустя какое-то время. Ну и не будем долго тянуть. Погнали! Ну и вот я появился. Напомню, что на этом проекте точка появления всегда одна. Это то место, откуда вы выходите. Если я вот сидя в машине вышел с точки карьера, то тут я и появлюсь. Тут же появится и моя машина. То есть персонаж и машина остаются в тех местах, где вы их оставили. Машина, как можем заметить, горит красным. Значит, машина закрыта. Ну и обращаемся к меню. Меню здесь очень мудреное. Я об этом говорил уже еще в момент обзора, что меню, конечно, слишком перемудренное. И не каждому оно может понравиться. Вот для того, чтобы попить, как видите, мне нужно убрать все из рук, переложить в руки банку с лимонадом и, зажимая кнопку B, использовать ее. Ну и проделаем то же самое с гамбургером. А делаем это потому, что персонаж на этом проекте имеет свойство проголодаться и испытывать жажду. Вот по этой вот причине этим приходится заниматься. Не знаю, хорошо это или плохо, но здесь сделано так. В принципе, я в этом ничего плохого не вижу. Только единственное, что слишком замысловатое меню. Ну и не теряя времени, идем далее. Идем работать в карьер. Здесь сделан некий аналог армонской системы. Здесь тоже, как видите, есть в руках кирка. Мы тоже так же бегаем и добываем ресурсы. Ресурсы выпадают вот из таких вот камней. И выпадают они абсолютно рандомно. Есть 4 вида ресурсов, которые можно собрать. Вот сейчас мне повезло. Выпало даже 2 ресурса. Но это редкость на этом проекте. Ну и если говорить о самой механике, которая здесь введена, то она мне очень нравится. Она прикольная, она напоминает действительно армонскую тему. Мы бегаем с киркой, ищем какие-то ресурсы, добываем, потом их можно будет продавать. Но вот исполнение, как это сделано, мне не нравится. Во-первых, ресурсы здесь рандомятся. Они не стоят в одном месте. И как видите, мне приходится за ними бегать. И бегать надо очень и очень много. Вот если посмотреть на карту, то видно, что где-то высветился какой-то камешек, и там нам надо добывать эти ресурсы. К нему надо бежать. Камешки эти кончаются. Приходится постоянно лазить. Из-за того, что система очень сильно рандомит эти камни, они появляются абсолютно непонятно где, то это затрудняет еще и сам поиск. Я выбрал вот это место карьерное не просто так, потому что есть еще два места, но там добывать практически невозможно. Из-за того, что эти камни рандомятся где попало, половина из них остается там на своих местах. Их просто невозможно достать. На высоких уклонах, на ответственных уклонах они рандомятся. Чтобы туда залезть, ну я не знаю, что надо делать. А так как медика нету на этом проекте, и медицина здесь только через онлайн, то есть через медика, то если я свалюсь, то все, игра на этом закончится. Вылечиться здесь негде. Поэтому приходится бегать по более-менее ровным местам. Ну и как видите, бегать приходится очень и очень много. Я специально снимаю одним кадром, без всяких нарезок, чтобы было понятно, что приходится сделать, для того, чтобы собрать вот эти вот ресурсы. Ну и вот, пожалуйста, вот один из таких камней. Ну да, этот камень срандомился низко, я его достану. Но если бы он срандомился буквально там на 4-5 метров выше, все, его было бы не достать. И вот такие вот камешки здесь, к сожалению, рандомятся вот в таких вот местах неудобных. И это, ну, действительно проблема. Ну и повторюсь, что это самая удобная площадка для сбора ресурсов. Две остальные, они, ну, просто невозможные. Там такой рельеф местности и такой рандом этих камней, что, ну, просто пипец какой-то. Поэтому приходится вот бегать здесь. Здесь еще более-менее ровные дорожки и можно как-то выхватить эти камешки. Но все равно приходится вот такими вот способами до них добираться. Ну и, конечно же, следующая проблема вот этой вот механики сбора ресурсов на этом проекте – это беготня. Я не могу понять, почему нельзя было сделать вот этот камень на одном месте статичный, чтобы подходить к нему, долбить, долбить. Ну, в общем-то, как это сделано, например, в той же армии. Да, мы приходим на один объект и долбим его там, выбивая какие-то себе ресурсы. Здесь же приходится вот так вот по всему вот этому карьеру носиться. Заметьте, я не делаю нарезки специально для того, чтобы показать, сколько приходится преодолевать расстояние для того, чтобы найти эти камешки. А еще не факт, что ты подбежишь к этому камешку и все будет хорошо. Как я и сказал, вот он мог бы быть чуть-чуть правее и выше, и все. И вот ты его уже не возьмешь. И это действительно проблема. Ну и, конечно же, эта беготня, она действительно убивает огромное количество времени. То есть, из того времени, которое вы проведете на этом карьере, полезного времени будет минут пять из, наверное, получаса вот этой вот бесполезной беготни. Я действительно не могу понять, зачем это так сделано. Ведь можно же было сделать просто одну точку, куда подходишь и долбишь. Следующее, что тоже раздражает в этой механике, это подбор этих камней. После того, как мы перестали долбить, видите, надо включить меню, взять и перетащить это в рюкзак. Ну, это тоже, я вам скажу, еще та геморройная штучка. Когда это вот на видео, так вот, один-два подбираешь, это еще ничего. А представьте, собрать вот таким вот способом целую машину. А стоят вот эти вот камешки очень и очень дешево. Ну и опять, возвращаясь к этой бессмысленной пустой беготне, вот я прибежал к последнему камешку. Чтобы мне сюда попасть, я вот головой сейчас показываю, сколько по карьеру мне пришлось пробежать расстояние, чтобы прибежать вот к этому последнему камешку. Он как раз и заполнит мой рюкзак. И вот я на месте. Вот такого вот круголя приходится преодолеть, чтобы собрать один рюкзак этих вот ресурсов. Ну ладно, додалбливаем эти ресурсы и бежим к машине. Потому что проблемы не заканчиваются. Это на самом деле очень и очень геморройно. Вот машину мы открыть не можем. Для того, чтобы открыть машину, мне нужно освободить руки. Для этого нужно выбросить кирку. Кирка никуда, как видите, не помещается. Ее можно выбросить только на землю. Потом нужно достать ключ. Ключ нужно перетащить в руки. Ну это для того, чтобы открыть машину, потому что машина у нас закрыта. Далее открываем машину. Видите, загорелось зелененьким. Все, значит багажник открыт. Подходим ближе к машине. И вот, теперь у нас есть багажник. Я специально разложил ресурсы рядами, чтобы было понятно, каких ресурсов больше выпадает, каких выпадает меньше. И вот таким вот дурацким способом по одному камешку приходится перетаскивать их в багажник. То есть сначала мы перетаскивали потихонечку в рюкзак, но в данном случае в сумку. И теперь из сумки мы по одному камешку их складываем в багажник машины. Это пипец, сколько занимает времени. И это просто кошмарно задалбливает. Вот честное слово, я не знаю, почему так сделали. Но это же очевидно, что это неправильно. Это задолбает любого, серьезно. Даже меня это уже сильно задолбало. Как видите, я подготовился к видео и уже поднабрал какое-то количество ресурсов. Но вот к этому моменту я уже задолбался. Ну и далее забираем кирку из рук в рюкзак. Нет, сначала в рюкзак, потом ключ перекладываем обратно. И обратно ложим кирку. Зачем вот это вот геморройство придумано? Серьезно. Еще в своем первом обзоре я хоть и хвалил этот проект, но я говорил, что вот это вот меню, оно слишком замудренное. Оно не зайдет массовому игроку. Это очень сложно. И этим заниматься неинтересно. Постоянное перекладывание из рук в руки, из рук в карманы, из карманов. Ой, это кошмар полный. И вот опять, видите, после каждого долбления нужно вот этим вот перекладыванием заниматься. Серьезно. Это очень скучно и неинтересно. Это не может понравиться массовому игроку. На мой взгляд, это настолько очевидно, что от этого надо либо отказываться, либо это как-то автоматизировать. Ну и вот если подводить какой-то итог, то да, сама задумка автора мне очень нравится. Это сбор ресурсов, это такое частное предпринимательство, это здорово. Задумка, повторюсь, хорошая. Но исполнение сделано, ну я бы сказал, через задницу. Потому что вот эта вот бесполезная беготня, трата времени, она убивает просто огромное количество времени. Ты просто бегаешь, бегаешь, бегаешь. Следующее это то, что надо подбирать эти ресурсы через вход в меню, через перетаскивание. А еще надо сказать, что хоть на видео это и не видно, но ложится в рюкзак тоже не особо хорошо. То есть надо попадать в определенную клеточку. Если ошибешься, ресурс обратно отскочит. Поэтому тут тоже еще нужен навык укладывания этих камней. Ну и в целом, если подводить итог по этой работе, то мое мнение, я опять же скажу, что это мое мнение, я его не навязываю. Но эта работа должна представлять из себя нечто статичное. Подошел к какому-то камню, начинаешь долбить, и автоматически тебе падают в рюкзак эти ресурсы. Вот тогда эта работа, мне кажется, заинтересует игрока. Но вот в таком виде, ну я уверен, что она никому не зайдет. Но это мое мнение. И ладно, это то, что касалось самих сборов. Давайте загрузим то, что удалось насобирать. Кстати, ресурсы кончились, поэтому мне удалось собрать совсем немножко. Перекладываем все в машину и поедем их продавать. Продавать надо их в городе, в специальной, есть специальная база по приему ресурсов. Туда мы сейчас и отправимся. Ну а пока хотелось бы затронуть саму машину. Во-первых, мне не очень нравится, что она заводится, ну ладно, она заводится там на кнопку 2, но она заводится какое-то достаточно долгое время. То есть вам надо держать кнопку 2, держим, держим, вот она завелась. Плюс автоматически включается радио. Но эту проблему я замечаю на многих проектах. Проблема эта может быть не для каждого, но по крайней мере для меня. Мне приходится сразу же резко выключать это радио, а такой кнопки нет. То есть приходится выкручивать это радио, чтобы YouTube меня не забанил. И вот мне не особо понятно, почему нельзя сделать радио по умолчанию выключенное. Чтобы его включали те, кому нужно радио, а не включалось оно автоматически. Но эта проблема, повторюсь, многих проектов, не этого в частности. Ну и вот мы уже подъезжаем к базе, где будем продавать наши собранные ресурсы. Ну, я бы сказал, здесь просто начинается вторая часть марлезонского балета. Если вы помните, мы только что вручную накидывали эти ресурсы себе в рюкзак. Так вот здесь сейчас будем заниматься тем же самым, только в обратном порядке. И все это по одному камешку. Ну что ж, начнем. Открываем багажник, подходим сзади к машине, нажимаем кнопку Tab и вот, пожалуйста. Первым делом надо решить, куда деть эту кирку. Ну, как я уже и предлагал, ее можно, в принципе, выкинуть на землю. Ну, я сделал немножко по-другому. Я переложил по одному камешку из багажника машины, тем самым освободил место. Но лучше всего, мне кажется, продавать по категориям. То есть, если медные камешки или там алмазные камешки, то лучше их группами продавать. Ну, я вот и решил сделать так, чтобы освободить просто место под кирку. Вот теперь кирка туда помещается и мы можем уже разложить так, как нам надо. Я же, как видите, вернул обратно все драгоценные камешки, ну, более-менее драгоценные. И оставил, так сказать, уже более черные камни. Их-то мы и будем продавать. Продается здесь, подходим к двери. И вот тут я не знаю, что надо делать, серьезно. Я не понимаю, как видите, никакой кнопки взаимодействия нет. Как это дело продается, для меня до сих пор загадка. Я уже сюда приезжаю раз, второй или третий, но для меня это до сих пор загадка. Я на всякий случай просто прожмыхиваю каждую строчку. Я не знаю, как продается здесь материал этот абсолютно. Выскочила табличка, что получены деньги. Но как они получатся? За все они получены? Что надо сделать? Я ничего не нажимал. Я вот прожмыхиваю каждую строчку по отдельности. Не знаю, серьезно, не знаю, как оно здесь продается. Но на этом трудности, связанные с глупостью, не кончаются. Теперь обратите внимание, как здесь получаются деньги. Они у меня везде. В карманах, в майке, в рюкзаке. И их надо соединять, стокать вместе, блин. И вот этим вот теперь надо заняться еще какое-то время, чтобы соединить все денежки из карманов, со всех собрать в одну какую-то стопку. Опять, сколько я получил за это, я понятия не имею. Как это дело посчитать, я не знаю. Но вот приходится вот таким вот образом собирать их в одну стопочку какую-то и складывать в одном месте. Но зачем так сделано? Ну, кому пришло в голову делать вот так вот? Я действительно не понимаю. Ну, и вот этот вот цикл, он очень продолжительный. Мы опять складываем в рюкзак все по одному камешке. Возможности переложить все сразу нет. Возможности продать все сразу тоже нет. Вот занимаемся вот такой вот хероборой. Собираем рюкзак, продаем. Ну, и вот, пожалуйста, после того, как мы продали, мы опять начинаем заниматься тем же самым, только теперь уже перекладывать в одну стопочку деньги. Ну, серьезно, ну как вот вообще такое пришло в голову? Я не поверю, что в GTA нету такой механики, чтобы продавать все сразу и чтобы деньги появлялись одной стопкой, ну или одной кучкой. Да как угодно. На многих проектах есть деньги. То есть не то чтобы на многих, они везде есть. Но везде есть какая-то механика, когда деньги все складываются отдельно, там все в цифровом формате это все делается. Но здесь же это какой-то кошмар. Мало того, что тебе надо ресурсы перекладывать туда-сюда по одному, так тебе еще и то же самое надо делать и с деньгами. Ну, какая-то чушь, на мой взгляд. Абсолютная чушь. И я до последнего был уверен, что после моего обзора, тогда, когда я сюда заходил, здесь все изменится. Ну, наверняка же люди тестировали, наверняка писали. Я уверен, что многим такое дело не понравилось. Я просто в этом уверен. Наверняка есть какой-то форум, куда люди заходят и пишут. Ну, или сам разработчик же должен когда-нибудь заходить на свой проект и пробовать, тестировать свою игру. Но это же не может зайти нормальному игроку. Это же геморрой, серьезно, в прямом смысле этого слова. Это геморрой. И вы себе даже не представляете, с каким же облегчением я выдохнул, когда закончил играть в этот симулятор развития микромоторики. Но мы отправляемся дальше. И в своем обзоре я зацепил одну из интересных, на мой взгляд, работ. Она касалась моря, и это была работа на теплоходе. Но на тот момент она была сломана, и посмотреть мы ее толком не смогли. Что она из себя представляет, мы увидим как раз-таки сейчас. Находится эта работа как раз вот рядом с этой базой, на которой мы только что сдавали наши ресурсы. Поэтому ехать далеко и не придется. Ну и вот мы уже на территории работодателя. И сейчас я попрошу вас заметить. Здесь стоит реальное время. Сервер привязан к реальному времени. Сейчас 5 часов 20 минут. Запомните это время. Ну а я тем временем прохожу через доки, которые, кстати, очень антуражно выполнены. Как видите, есть анимированные боты. И подхожу к работодателю. Дальше же выскакивает диалоговое окно. Вступаем в диалог с ботом. Он нам предлагает работу, в которой можно выбрать несколько видов работы. Ну, в общем-то, работа одна, но 4 уровня. Как вы видите, вот перед вами как раз эта таблица. Можно выбрать одну, две, три или четыре точки доставки или просто езды. Не знаю, как это обозвать. В общем, есть 4 точки. Естественно, все 4 мы брать не будем. Возьмем среднее количество. В зависимости от того количества точек, которые вы выбираете, соответственно, и зарплата будет все выше и выше. Ну, 4 я брать не буду. Я возьму среднее количество, 2 точки. Ну, и, в общем-то, все. Мы появляемся вот на таком вот буксирчике. В общем-то, мне это понравилось дело и в прошлый раз, потому что ничего подобного ни на каких других проектах я не видел. Но на тот момент эта работа была сломана. То есть, мы взяли с другом здесь по одной точке, приплыли, а ничего вообще не произошло. Никакой ни анимации, ничего, ни зачета этого задания. Вообще ничего. Плыть придется вот такое вот количество. Как вы видите, расстояние, вернее, а не количество. Вот столько нам надо будет приплыть до первой точки. Поэтому отправляемся туда, естественно. Какое это задание и что надо делать, тут, в общем-то, непонятно. Ну, забегая вперед, скажу, что это просто тупая езда от точки до точки. Никакой миссии здесь, в общем-то, нет. Никаких взаимодействий здесь тоже нет. Все, что от вас требуется, это плыть, то есть, нажимая всего одну кнопку. Это W. Вот и вся работа. Ну, а если возвращаться к тому моему обзору, где я сказал, что мне это понравилось, то да, действительно, но работа была сломана, и я не знал, что она никакая. Никаких таких вот подобных работ нигде я не видел. Чтобы связано в море, ну да, есть на некоторых проектах. Ныряешь, я показывал на подводной лодке, собираешь там какие-то потерянные сокровища. И есть такая же работа, где ныряешь, но без всяких сокровищ, просто с аквалангом ныряешь и все. Вот это все, что связано с морем. Чтобы плыть на буксирчике и что-то выполнять, ничего подобного не было. Но так как работа была сломана, я и не знал, что она из себя представляет. А она из себя представляет ничто. Это просто ничто. И я-то был уверен, что я приплыву, то есть, на какую-то точку, мне дадут груз. Может быть, этот груз будет анимированный, может быть, будет выглядеть как-то на этом буксирчике. Может быть, что-то надо будет подцепить. Нет, нет и еще раз нет. Ничего, просто тупо давите одну кнопку. Давите одну кнопку и ждете, когда приблизитесь к какой-то точке. Ну и как видите, когда вы приближаетесь к точке, вам говорят, отправляйтесь к следующей точке. Никакой ни погрузки, ни груза, ничего. Как я и говорил, это просто тупая езда от точки до точки. Но проблема в том, что, как вы видите, катер-то это не машина. Едет он очень и очень медленно. Передвигается, вернее, он очень и очень медленно. Поэтому времени это занимает, ну, просто огромное количество. Я не зря попросил вас запомнить то время, когда я пришел к работодателю. На первом своем обзоре я был уверен, что разработчик сделает что-нибудь интересное и уникальное. Действительно достойное. Потому что ни на одном из проектов нет ничего связанного с морем. Можно было бы сделать перевозку грузов. Можно было бы сделать какую-то буксировку. Можно было бы сделать аналог рыбалки. Чтобы, как в той же армии, например, выплывать в какой-то квадрат. И там автоматически будет ловиться рыба. Ну, или сделать какое-то взаимодействие, анимацию, выпадение сети. Ну, в общем, что-то я был уверен, что автор сделает. Но нет. Здесь не сделано ровным счетом ничего. Это я бы назвал самый скучнейший симулятор убийцы времени. За все время, а в конце вы увидите, сколько я потратил на это время, я любовался вот такими вот пейзажами и давил всего одну кнопку. В какой-то момент я даже положил грузик на кнопку W и пошел покурить. Потому что, ну, совсем это весело. Ну, в конце концов, как видите, я добрался. Ну что ж, теперь надо проследовать обратно к работодателю, чтобы получить мой заслуженный гонорар. И, как вы увидите, он не особо велик. Ну, об экономике мы поговорим, наверное, чуть позже. Ну, а сейчас давайте получать. И вот сейчас время стоп. Ну, и как вы можете заметить, выезжал я было 5 часов 20 минут, сейчас 6 часов 4 минуты. То есть я проследовал 44 минуты увлекательнейшего приключения. Давно я так интересно не проводил время, нажимая в игре всего одну кнопку. Ну и ладно, не буду продолжать рассказывать, как меня расстроила данная скучнейшая работа. Давайте проследуем на базу дальнобойщиков и посмотрим, исправились ли баги там. И вообще, есть ли какие-то изменения в этой работе. А косяков, которые были связаны с работой дальнобойщика, тоже хватало. Первый косяк – это нету места, не отмечено место появления машины. Я примерно помню, где должна появляться машина. И сейчас свою машину я специально поставлю туда. Исправили это или нет. Когда мы с другом брали машины, то у нас здесь произошел взрыв. Две машины появились в одном месте, плюс мы еще, не зная, запарковали свои машины. Вот сюда вот, куда я сейчас ставлю свой автобус. И по-моему бы, рабочая машина должна резкнуться либо рядом, либо выскочить предупреждающая табличка, что место выдачи машины занято. Давайте посмотрим. Как всегда, выбираем самую дальнюю точку, а она стоит всего 250 долларов. Но к этому мы вернемся чуть позже. Давайте выберем машину. И мы уже слышим по звуку. Вот что происходит. То же самое произошло и у нас с другом, когда я здесь делал обзор. Только у нас стояли еще и свои две машины, и резкнулись наши рабочие машины одна за одной. В результате все разлетелось в разные стороны. Но, как видите, и до сих пор этот косяк здесь присутствует. Ну а саму же работу дальнобойщика я критиковал еще и в своем обзоре. А что же не так с этой работой и что мне не понравилось? А не понравилось мне следующее. Самая дальняя точка стоит всего 250 долларов. Это по экономике этого проекта вообще нисколько. Но проехать вам надо от городского порта до самой дальней окраины этой карты Палета Бэй. Всего за 250 долларов. Но это еще не все. Когда вы доезжаете туда вам выскакивает табличка верните машину на базу. И вам надо преодолеть то же самое расстояние но уже бесплатно в обратном направлении. Потому что зарплату вам дадут только когда вы вернетесь. Эти 250 долларов. Таким образом, чтобы заработать одну тысячу а это тоже не весь какие деньги это только, ну разве что на жрачку можно будет потратить. Вам нужно будет съездить 4 раза туда обратно имеется ввиду. И потратить на это ну где-то полтора часа. А ведь можно было бы сделать чтобы следующий заказ игрок получал прямо здесь вот на этой вот точке обозначенной триггером и ехал дальше не теряя вот этого времени по возвращению обратно на базу. То есть как бы закольцевать работу. Приехал, получил следующий заказ. Приехал, получил следующий заказ. И так до того момента пока тебе не надоест и ты не пригонишь машину на конечную точку. Но этого нет. Обратно мы едем абсолютно пустые бесполезно, бессмысленно и однообразно. Вот такая вот здесь работа и такие вот баги. Ну а мы двигаемся дальше. Ну а дальше мне бы хотелось поговорить о ситуации с магазинами на этом проекте. Ситуация следующая. Магазин на проекте магазин продовольствия всего один. И вот эти вот магазинчики на заправках которые или просто они вообще никак не задействованы. Все что вы хотите купить вам придется ехать в магазин, который стоит где-то около города. И в общем-то он торгует единственный. Больше магазинов на проекте нет. Ну а вот что касаемо домов и то что мне очень понравилось на этом проекте. Ну табличка маленькая но цену вы наверное видите. Сейчас я попробую увеличить. Дома здесь продаются пустые. Это мне очень понравилось. Еще на обзоре. Можно зайти и посмотреть дом внутри. Как вы видите дом действительно пустой. Всю мебель в этот дом вам надо будет покупать самому. Самому покупать и самому расставлять так как вы этого хотите. Есть ли в продаже интерактивная мебель с которой можно взаимодействовать? Не знаю. И вряд ли узнаю. Но выглядит это вот так. И мне кажется это обалденная затея и задумка автора вот с этими домами. Но есть дома и гораздо дешевле. Дома есть по 17-18 тысяч. Ну в общем-то это и все что я хотел посмотреть на этом проекте. Не могу сказать что вот этот вот мой визит сюда меня как-то обрадовал. Я очень много возлагал надежд на этот проект. Мне казалось у него есть какое-то будущее. Но судя по всему я ошибался. И судя по онлайну который упал в сотни раз и я не оговорился действительно в сотни раз в момент обзора здесь было около 200 человек. Сейчас я захожу сюда уже четвертый раз для того чтобы снять это видео. И онлайн я видел самый большой 7 человек. Поэтому видимо не мне одному этот проект доставил какое-то разочарование. В общем-то вот такой у меня получился визит на этот проект. Я если честно немножко расстроен потому что ну мне хотелось поиграть на этом проекте. Хотелось как-то посуществовать здесь в этой атмосфере. Но все все становится только хуже а не лучше. Но это на мой взгляд опять же таки может быть кому-то это наоборот нравится. Нравится хардкор нравится скукота нравится вот эти вот нелепые баги. Но это все вкусовщина видимо. Но мне этот проект вот на этом этапе очень и очень не понравился и разочаровал. Ну в общем-то это все что хотел я поснимать показать вам. На этом у меня друзья мои все. Спасибо всем кто смотрел. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok